Нет, ну вы видели? Видели? Голодный совсем. Хорошо. Несчастные животные. Совсем не кормит никто. Кукла. Главный герой постановки Петрушка. Она подвижна, пластична, эмоциональна. Этого героя зовут Пётр Петрович. Ему около 400 лет. Словно по волшебству завораживает юного зрителя и притягивает взгляды. Вся магия в мастерстве актёров. Мама и сын Ангелина и Захаркосовы выступают на сцене уже около 10 лет. Они представляют семейный театр «Ситцевая деревенька». В их репертуаре более 10 спектаклей. «Рождество», «Масленица», «Пасха», «Троица» и другие постановки. В основе творческого метода – реконструкция народных традиций и гуляний. Традиционный площадной спектакль «Петрушка» не исключение. Как отмечают артисты, у главного героя непростой характер. Традиционный спектакль, который издавна показывали на площадях, называется «Петрушка». Да, он развлекает публику, балагурит, шутит. Хулиганит. Бьёт палкой, делётся. Мы собирали по ниточкам, по болтикам. Сами готовили все куклы. Мы вообще реконструируем разные народные традиции, гуляния и так далее. В том числе петрушку. Для реконструкции используют старые фольклорные сценарии. И по их мотивам, благодаря помощи экспертов, разрабатывают свои постановки. А ещё подбирают костюмы, мастерят кукол и многое другое. Сейчас артисты показывают свое творчество на фестивале «Петрушкины каникулы». В этом году в нём участвуют 15 любительских театров со всего Прибайкалья. Из Иркутска, Чунского и Херидбулагатского, Буханского районов. На фестивале они обвиняются опытом и будут учиться у профессионалов. Мастер-классы у нас сегодня направлены на сценическую речь, безусловно, на создание народной куклы. Как раз у нас есть люди, которые будут рассказывать, как же куколки можно создавать. И, безусловно, следующий мастер-класс, который будет называться «Оживление куклы». Оживление куклы, ведь это очень сложно. Вы сегодня увидите, как на сцене один человек работает с 5,7 героев. Это разные голоса, это разный характер. Всё это, конечно, огромное мастерство. И этим мастерством на фестивале делятся не впервые. Петрушкины каникулы начали проводить ещё в 2004-м раз в два года. Правда, с 2016-го был длительный перерыв. За это время мир театра кукол изменился к лучшему. Вот сегодня есть федеральная программа «Культура малой Родины». Она действует по всей стране, направленная на детские театры. И за счёт этой программы мы, например, в нашем театре обновили полностью световое оборудование, звуковое оборудование. Мы купили комплект новой сцены, сценических столов, ферм. Это что касается материально-технической базы. Но ещё есть творческие процессы. Мы можем сегодня приглашать лучших режиссёров, художников, композиторов, для того, чтобы они воплощали здесь, на нашей сцене, лучшие свои спектакли, творческие работы. Зрителями фестиваля станут актёры коллективов, участников и члены жюри. Во-первых, материал, на основе которого создаётся спектакль. Ну, будем говорить громко, драматургия дальше. И уже воплощение – это фантазия, невероятнейшая фантазия. Культура, оживление куклы – это очень важно. Важна очень работа художника. Музыка очень важна. Мне кажется, что фестиваль театра кукол, любительский театр кукол, не должен замыкаться только на малышах, на подростках. А это замечательное, замечательное дело, когда рядом на сцене и дети, и взрослые. По итогам выберут одну постановку, которую покажут широкому зрителю. Сегодня в Прибайкалье около 80 любительских коллективов. Теперь фестиваль планируют проводить ежегодно, чтобы как можно больше актёров могли показать свой талант. До свидания. Дарья Макарова, Сергей Коваленков. Новости. Сейчас.